Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать свою историю эксплуатации бойлера Electrolux. Модель Electrolux EWH 100 Formax 100 литровый. Купил я его в конце 2014 года, то есть на сегодняшний день он не отработал еще и трех лет. Бойлер по описанию довольно неплох, куча всяких систем для защиты, для экономии энергии, сухие тены, узо и т.д. и т.п. Короче, вроде бы классный бойлер. Управление механическое. Я брал специально механическое, чтобы не сбивались настройки, если пропадает электричество. Обычно на бойлерах с цифровым управлением, там топочками все выставляется, свет пропал и настройки сбиваются. У меня бойлер установлен в подвале и приходится каждый раз лезть, выставлять температуру. А это очень неудобно, особенно зимой. Была там, правда, у Electrolux еще одна модель, полностью похожа на эту, только вместо крутилок, кнопочки там, цифровой дисплей. Название точно такое же, только в конце еще добавляются две буквы DL. Electrolux EWH 100 Formax DL. И вроде как заявлено, что она имела память, если пропадает свет, настройки все будут сохраняться и при включении света опять все режимы будут включены, так как были выставлены ранее. Но меня это уже не интересует, у меня прошлый бойлер был с электроникой, там еще дополнительные проблемы бывают, поэтому я решил взять обычный бойлер с механическим управлением, поставил, он у меня все равно стоит в подвале, поставил, выставил нужную температуру и забыл. Но не тут-то было. Установил я бойлер, все нормально, прошло где-то 8 месяцев и начались первые проблемы. В один прекрасный момент бойлер перестал греть воду, когда я спустился в подвал, то увидел, что он дал течь, а УЗО, устройство защитного отключения, его просто не дает включить, то есть оно вырубается, потому что там влага где-то попала на тены или еще где-то, в общем, сейчас разберем, посмотрим. На бойлер давалась гарантия 2 года на электронику и на баг 7 лет, поэтому я сначала позвонил по гарантии. Мне сказали, что, в принципе, можно снять крышку, открутить, посмотреть, что там, чтобы уже мастер знал, с чем ехать, с какими запчастями. Давление в системе у меня обычно не более 4 атмосфер, а бойлер рассчитан на 6, так что причина выхода его из строя не в повышенном давлении. Сроки профилактики еще не прошли. Ну вот можно видеть, что течь произошла из отверстия, из трубки для датчиков температуры, и вода немного попала на нижний тен, поэтому срабатывает УЗО и бойлер отключается. Вот так выглядит фланец колба через 8 месяцев эксплуатации. В этот фланец вставляется 2 тена на 800 ватт, на 1200, общая мощность 2000 ватт, и самая длинная трубка, это трубка для двух датчиков температуры. От магниевого анода уже почти ничего не осталось, кусок валялся просто в баке, отломался, лежал в баке на дне. Фланец я просил привезти сразу с магниевым анодом, так как предчувствовал, что его все равно придется менять, но все равно человеку, который приехал по гарантии ремонтировать, все равно ему пришлось опять ехать за запчастями, потому что оказалось, что так же накрылся и один из тенов на 1200 ватт, на который текла вода. Пораскручивал так же крутилки, регуляторы, так как думал сначала, что где-то там проблема, не мог сразу тен прозвонить. Если кому интересно, характеристики терморегулятора. Фланец теперь будет стоять в таком положении, чтобы вода, если вдруг опять протечет какая-нибудь из трубок, чтобы вода из нее текла просто вниз, а не на вторую трубку или тен. Далее я проконтролировал, чтобы мастер поставил новый фланец, магниевый анод, и все это дело закрутил. Но на видео я уже не снимал, чтобы, так сказать, не назалять, не стоять над душой. Но прошло полгода после ремонта, и опять видим та же самая проблема. То есть фланец был новый, все было нормально. Магниевый анод поставлен, рекомендуемый сервис-центром. Теперь течь уже хорошо, что трубку мы поставили вниз с датчиками температуры. Она протекла опять, и уже вода потекла не на тены, а просто вниз. А так как вода капала просто вниз, на тены ничего не попадало, ничего не замыкало, соответственно, УЗО бойлер не отключало. Когда именно произошла течь, я не знаю, это я спустился просто в подвал за каким-то там инструментом, или не помню зачем. В общем, так можно было еще долго пользоваться бойлером, пока течь не увеличилась бы, и его вообще не начало бы заливать. Так что, когда именно произошла течь, я не знаю, обнаружил я через полгода после первого ремонта. В этот раз я также подробно видео не снимал по замене фланца, так как делал не я, а чужой человек. Я просто проконтролировал, чтобы он поставил новый фланец, а магниевый анод, насколько я помню, он оставил старый, так как он был в очень хорошем состоянии, скажем так. И его должно было хватить до следующего прохождения ТО. А следующее ТО, это было последнее в рамках гарантии. Ну, если не считая гарантии на бак 7 лет. Но 7 лет я не собирался платить регулярно. Каждое ТО стоит денег немалых. Поэтому я решил делать следующее ТО и дальнейшее обслуживание самостоятельно. Если протечет еще раз фланец, напомню, в рамках гарантии, гарантийных двух лет, заменено было два фланца уже. Если будет еще третий раз, то я уже буду заказывать из нержавейки какой-то на заказ. Итак, ребята, заканчивается второй год эксплуатации бойлера. Нужно делать второе ТО. Купил я на рынке вот такой магниевый анод. Посоветовали. Вроде как очень хороший, не знаю, посмотрим. По ходу проведения ТО решил заснять на всякий случай для себя и для вас все размеры. Может кому-то пригодится. У анода самое важное это диаметр шпильки, который он крепится к фланцу. А у фланца, в принципе, самое важное это диаметр самого посадочного места. Но бывает много нюансов, поэтому я решил измерить и заснять все параметры. Вот так выглядит очередной новый фланец через 9 месяцев эксплуатации. Напомню, что сейчас проблем с бойлером не было. Это плановая профилактика. Магниевого анода уже совсем не осталось, поэтому разобрал не зря. Внутри бойлера мы можем наблюдать остатки магниевого анода и ржавый ил. Такой осадок на всем баке. Это не бак ржавый, а это именно осадок от воды. То есть или в скважине такая вода, или может быть просто ржавеют трубы внутри скважины. Потому что у меня старая скважина. Внутри я хоть и запустил полиэтиленовую трубу, но обсадная осталась металлическая. И я где-то раз в год меняю фильтр грубой очистки. Он всегда в ржавчине. Но с другой стороны, в городских квартирах вода бывает намного хуже. Мастер, который делал гарантийную замену фланцев, рассказывал, что по сравнению с тем, что он видел, это еще довольно неплохая вода. Итак, вытащив фланец, мы можем видеть, что эмаль на трубках уже почти полностью облезла, появилась коррозия. И самые более выраженные места коррозии опять именно на трубке датчиков температуры. Поэтому нужно готовиться в ближайшее время к замене. Опять очередной замене. Я думаю, что надолго этого фланца не хватит. Трубка для датчиков температуры немного длиннее, чем трубки для ТЭНов. Внешний диаметр трубок для ТЭНов 16,5 мм. Трубки для датчиков температуры 12,5 мм. А внутренний 9 мм. Внутренний диаметр трубок для ТЭНов 13 мм. Внешний диаметр фланца 92 мм. А диаметр отверстия в бойлере 72 мм. 62 плюс 10. Такая конструкция штангель-циркуля. Диаметр под шпильку анода 6 мм. Высота фланца 17,5 мм. Силиконовая прокладка 67, 73, 88, 14, 3, 5. Оба ТЭНа имеют одинаковые размеры. Около 430 мм по длине. И 12, 12,2 мм в диаметре. Сопротивление у ТЭНа на 800 Вт 61 Ом. На 1241. Трубка забора горячей воды из бойлера была внутри прямой изначально. И вода, получается, забиралась... Это как бойлер в горизонтальном положении. Вода забиралась где-то чуть-чуть выше, чем с середины бойлера. Как известно, самая горячая вода, самая тёплая, всегда сверху. Когда я сказал об этом мастеру сервис-центра, ну, он просто взял её и выгнал вверх. Не знаю, скажется ли это потом на работе, не появится ли дополнительная коррозия где-то. Ну, пока вроде бы больше года прошло всё нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, ребята, прошло 7 месяцев после профилактики. И всё-таки этот фланец тоже потёк. В этот раз также ничего не замкнуло. Бойлер продолжает работать. УЗО его не вырубает, так как вода капает просто вниз. У меня после первой поломки под бойлером уже стоит постоянно ведро. И если я спускаюсь в подвал и смотрю, там есть капли, то значит уже опять проблема. Так как во время последней разборки бойлера, во время профилактики я заснял все размеры фланца, я решил его не снимать, чтобы не оставаться несколько дней без воды, пока его изготовят. Я решил поискать в интернете готовые варианты. Причём заводской меня уже не интересовал, так как они делают его из чёрного металла, эмалированный. И, как вы видели, эмаль обсыпается буквально через полгода. И начинается коррозия. Я хотел найти фланец полностью из нержавейки. Первый же день я его нашёл, уточнил у менеджера размеры. И, по идее, всё должно было подойти. Сделал заказ, и на второй день он уже был в моём почтовом отделении. Заказал я его сразу с магниевым анодом. Когда я его на почте получил, я его сразу открыл, посмотреть, что там. Я был, мягко сказать, немного удивлён. Я понял сразу, что не всегда оригинал лучше, чем копия. Ну вот, судите сами. Да-да, ребята, это не оригинал. Это подделка. Это жалкая копия. Жалко... Жалко, что я не заснял оригинал в нормальном виде. Но поверьте мне, когда он новый, вид у него не намного лучше. Стоит оригинал почти в два раза дороже, чем жалкая копия, поэтому будем пользоваться копией. Ну а если серьёзно, ребята, посмотрите на качество швов, на качество изготовления. Я думал, всё будет намного печальнее. Но, как оказалось, всё на высоте. Надеюсь, я не буду пока оставлять никаких ссылок. Надеюсь, что этот фланец прослужит долго. Если он себя покажет беспроблемным, то я позже поставлю ссылки под видео на продавца. Пока посмотрим на его работу. Ну, забегая наперёд, скажу, что он работает уже где-то полтора месяца. Но пока что это не показатель. Единственное, что меня пока смущает, это то, что трубки фланца и выглядят отлично, и магнитом не берутся. А вот сама площадка, ну, то есть сам фланец, основа сама фланца, она видна из другого металла и берётся магнитом. Не знаю, сейчас есть куча видов в нержавейке, которая берётся магнитом. Ну, посмотрим, время покажет, будет она ржаветь или нет. Поэтому ссылки на продавца и производителя пока не оставляю. Размеры, в принципе, такие же самые, так что всё должно подойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксация ТЭНов здесь исполнена немного по-другому. Здесь, я так понимаю, просто обычными двумя винтами зажимаются сбоку. И благодаря этому ТЭНы не смогут выдвинуться. Ну, хотя, что им двигаться там. Родной кронштейн был вот такой, но сюда его не поставить, он не подходит. Я думаю, что я не буду вообще их фиксировать. Пусть себе так стоят и всё. Это если крепление бойлера идёт вертикально, то тогда ТЭНы могут как-то выдвинуться и замкнуть обкрышку или ещё что-нибудь. Так как у меня бойлер расположен горизонтально, закреплен, то никуда они не денутся, поэтому я их даже крепить не буду. Ну, вообще, можно вот так взять два винта и закрепить сбоку, чтобы они не вылезли оттуда. Играет музыка Вот так, ребята, выглядит третий фланец. Третий продержался дольше всех. Год и четыре месяца. Первый навернулся через девять месяцев, второй через шесть. Я его немного почистил и вот прекрасно видно, где произошла коррозия и трубка дала течь. Это именно трубка датчиков температуры. Не знаю почему, но у всех трёх фланцев первая почему-то проржавела, прогнела трубка датчиков температуры. Если кто знает, почему именно так, пишите в комментариях. Надеюсь, с этим фланцем таких проблем уже не будет. А я сейчас хочу почистить бак и буду устанавливать новый фланец. Бак, насколько смог достать, почистил. Всё вроде довольно неплохо, но меня смущает одно пятно. Не знаю, или это коррозия по баку, или это может быть остаток какого-то металла и просто грязь. Ну, то есть, просто след ржавчины от какого-то металла или от куска магниевого анода. Или ещё чего. Ну, надеюсь, что это не коррозия бака. Ну что ж, ставим новый фланец. И я надеюсь, хотя бы на год можно будет про бойлер забыть. До следующей профилактики, до замены анода. Надеюсь. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята. Насосная станция давления уже накачала. Воздух из системы выпущен. Ничего нигде не травит, не течёт, не капает. Поэтому можно уже включать бойлер в розетку. Как я уже говорил, после последнего ремонта бойлер работает уже полтора месяца. И если в дальнейшем, или когда будут очередные проблемы, или с баком, или с фланцем, то я обязательно сделаю видео и покажу. А пока вывод такой. Электролюкс уже не тот. Это уже не то качество. Ну, по крайней мере, фланцы. Вы видели, какого качества они делают фланцы. За два с половиной года полетело три штуки. Так что, если надумаете брать такого плана бойлер, то сразу готовьтесь покупать неродной фланец из нержавейки. Тогда, может быть, будет толк. Ну, а пока у меня на этом всё. Надеюсь, следующее видео про данный бойлер будет не скоро. Надеюсь, не будет повода. Ну, а если что-нибудь всё-таки сломается, то будет соответствующее видео. Чтобы люди знали, насколько хватает таких бойлеров. Если данное видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Делитесь ссылками в соцсетях с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. А у меня на этом на сегодня всё. Благодарю за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»